Турнир по поднятию гири среди самых сильных спортсменов завода состоялся в спорткомплексе Дворца культуры Тольятти Азота. В соревнованиях по рывку приняли участие 11 человек. Все спортсмены были разделены на три группы по весовым категориям – до 80 кг, до 90 кг и тяжеловесы свыше 90 кг. Поддержать участников пришел куратор этого вида спорта на заводе, начальник 26-го цеха, кандидат в мастера по гиревому спорту Николай Кузовкин. Он же был и в судейском составе турнира. Гирю весом в 24 кг надо было поднять поочередно обеими руками. В зачет шла сумма повторений. За своих пап переживали представители младшего поколения спортсменов. Они же постоянные болельщики всех заводских турниров. Семья – это поддержка, опора. Мы вместе везде участвуем. За папу очень болеем, переживаем. Я хочу, чтобы дети участвовали в спортивной жизни, стремились, болели. Им нравится самое главное – участие. Во всех весовых категориях велась напряженная борьба. Пару раз гиря у спортсменов срывалась, и тогда выступление считалось законченным. Победители определялись в каждой весовой категории. Среди участников турнира с весом до 90 кг больше всех поднял гирю известный таазовский силач Александр Стемповский – 63 раза. У тяжеловесов, которых в турнире было двое, лучший результат показал Руслан Захаров из 26-го цеха, сделав 60 повторов. У него и оказалось первое место. Легковесы удивили количеством рывков. Инспектор 35-го цеха Марат Сахбетов и специалист отдела главного механика Михаил Куйбеда выдали самое большее число повторений в турнире – 75 раз. В этой категории организаторам пришлось вычислять победителя по специальной формуле, учитывая вес спортсменов. Лучшим стал Марат Сахбетов. Победа далась тяжело. Очень сильные соперники буквально шли наравне, буквально линия в линию, нога в ногу. Буквально одно повторение и небольшая разница в весе. Сыграли все. Поэтому хочу выразить благодарность всем соперникам за такое соревнование, за такой азарт спортивный. Спасибо им. В турнире также определялся победитель в категории «Абсолют» среди всех участников. Для этого применяли коэффициент соотношения поднятого веса к собственному весу спортсмена. Третье место в «Абсолюте» досталось Павлу Черноталову. Второе место занял Михаил Куйбеда. Победителем опять стал Марат Сахбетов. Все выступали в легкой весовой категории. Участникам турнира вручили призы от профсоюзного комитета «Тольятти Азота». Легковесы, они выносливые и физически они покрепчатся, чем тяжи. Интрига за третье место, какая у нас развернулась, серьезнейшая. Казалось бы, 10-е части бала сыграли решающую роль. То есть вот это вот одно, буквально одно волевое повторение, называется на зубах. То есть одно, когда идет счет на 60, на 70, смотреть легко, а суставы гири выворачивает и дышать там уже нечем. Очень неслабо ребята боролись, очень было интересно смотреть. Удивительно, но оказывается, что самыми сильными спортсменами «Тольятти Азота» являются самые легкие богатыри. Тольятти Азота